Всем привет! Это снова я. В этот раз начинаю видео с побережья Анивского залива. Залив Анива относится к Охотскому морю, но его плюс в том, что зимой он не замерзает, не покрывается льдом. Поэтому здесь построили завод по сжижению природного газа. Вон там терминал по отгрузке нефти и тут танкеры круглый год туда-сюда ходят. Этот залив я сегодня выбрал, чтобы открыть сезон ловли креветки. Пока далеко не поеду, потому что сезон только начинается, креветка везде. Потом, когда уже сезон попрет в разгар, креветку уже везде подвыбьют, придется ехать куда подальше. Красота, погодка бомба! Кстати, снимаю с места вот это остатки от памятного знака. Насколько я знаю, это японцы поставили в память о высадке своего десанта. Когда была русско-японская война, японцы захватили Сахалин. И вот это место, вот это долина. Была выбрана ими, как место высадки армии своей. Увековечили, как могли. Но место реально удобное, чтобы высадиться, согласитесь. Тихо, спокойно, пологий бережок. Ладно, поехали, посмотрим, что там с креветкой, как дела там у нее. Я, собственно говоря, на месте. Вот здесь вот, там, где вы видите зеленые одоросли, там и планирую ставить ловушки. Слышите на заднем плане шум, рев какой-то? Это дерутся нерпы. Дело в том, что нерп много, а камушков, на которых можно лежать, мало. И они конкурируют за камушки, между собой грызутся. Вот нерпы, по сути, лежат там, где я собираюсь ставить ловушки. Но они такие, они абсолютно безопасные. Они примерно при встрече с человеком ведут себя, ну, знаете, как кошка ведет тоже, стремится скрыться, убежать. Она не вступает никогда ни в какую конфронтацию. Сейчас буду готовить ловушки. Эти прекрасные морские цветы называются шиповник. Так называемая роза ругоза, шиповник морщинистый. Вот такие здоровые. Они уже потихонечку отцветают. Вот видите, лепестки опадают. Скоро будет вот такой вот шиповник. Это у нас верная примета, что пора идти к горбуши. Горбуша уже действительно идет, можно уже неплохо отловиться. А вот даже уже зависть шиповника маленького. Ловушки ловушками, но ставить их при свете белого дня нерезультативно. Я жду ночи. А пока, как всегда, старый добрый трубач. Его здесь мало, но что есть, то есть. Вот, кстати, не что иное, как устрица. Я сначала думал, их тут мало. Попадалось там одна, две, три. Но когда попадался уже, вот стал второй десяток, стало уже ясно, что устриц тут полно. И можно немножко себе отковырять. Вот так вот. А на заднем плане орут чайки. Чайки думают, что это их территория, а я сюда вторгся. Ну, в принципе, правы. А так, в целом, устрицы здесь выглядят вот так вот. То есть, маленькая штука, которая спряталась глубоко-глубоко в камне. Я, конечно, сейчас ее могу отсюда выковырять, но не вижу в этом никакого смысла. Так что мне вот с той большой еще более-менее повезло. Они тут в основном маленькие. Ловушки я приготовил. Выглядят они вот так. Это в сложенном виде, но в воде. Вот эта вот бутылка потянет всю конструкцию вверх. А вон там вот камень, которому она привязана, не пустит конструкцию слишком высоко. И вот там видно, как кусочки селедки висят. Вот здесь можно увидеть обычная резинка от велосипедной камеры. И вот на эту резинку цепляются пара кусков селедки. И вот так вот. Вот такая вот конструкция. Просто и очень удобно. Как-то так. Решил я себе поймать горбушку на ужин. Вот такая вот красивая горбушенция. Потому что ловушки ловушками. А еда должна быть гарантирована. А горбуша это гарантированная еда. А креветка может еще и не приплывет. Поскольку у меня теперь в хозяйстве есть прекрасная горбуша, всех трубачей и устриц, которых я насобирал, я их держал в ведерке с водой живыми. Я их амнистировал. И буду есть горбушу. Дело в том, что я в такие поездки обычно еду не беру традиционно. Ну, в расчете подкормиться подножным кормом. И в этот раз я взял хлеб, соль, термос с чаем и котелок. Поэтому сейчас у меня будет просто тушеная, фактически в собственном соку, горбуша, без ничего. Ну, и чтобы не было так пресно, вот это растение называется Лигустикум шотландский. Повторяю, Лигустикум шотландский. Это дикая петрушка. Пахнет как петрушка. Очень хорошая штука. Я ее обычно добавляю всегда в рыбные блюда на берегу. Горбушка у нас самка. Рыба в самой такой хорошей кондиции для еды. Только-только вот с моря. Когда поймал, спинка еще была зеленая. То есть зеленая спинка, это как бы, получается, рыба еще не видела пресной воды. На Сахалине это очень важно. Если рыба как бы увидела пресную воду, к ней уже отношение не то. А это, получается, вот не знала, что это такое. Сейчас сполосну рыбку. Вот этот кусочек живо характеризует, как должна выглядеть горбуша. Она вот уже за время спаимки утратила зелень. И она больше такая голубая. Ну, даже все равно с прозеленью. Вот такое вот мясо. Серебряные бока. То есть вот это вот самая настоящая горбуша в самом соку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все. Немного присолил все это счастье. А, петрушка. Все. У рыбы получилась крышка из петрушки. Сверху вот. Все. Готово дело. Вот кипит горбуша под петрушкой. А вот икра. Икру я немножко присыпал солью. И теперь, ну, вот такой простейший способ приготовить икру. Подсоленную икру заливаем кипятком. В данном случае это вот... Ау! Горячо. В данном случае это вот бульон от горбуши. Особенно много не надо. Бульон можно возвращать на огонь. А икра вот в таком виде. Немножко постоит. Где-то минуты 3-4. И она фактически будет готова. Самое время попробовать то, что получилось. Я забыл вилки, ложки. Пришлось вот из палочек сделать себе столовый прибор. Начнем с икры. Просто вот так вот из рассола берем ястык целиком. Кладем на хлеб. Придерживаем. Вкус бомбический. Это вкус настоящей икры. А если еще учесть, что эта икра часто в море плавала. Теперь очередь за рыбой. Мухота морская вообще продуху не дает. Только ветер стих тут же отовсюду налетает. Она безвредная, но чем мешает, то что просто везде лезет. Отлично, отлично. Горбуша это, конечно, не сема. Но для ужина на природе, когда весь день почти ничего не ел, это великолепно. Горбуша никогда не была чемпионкой по вкусу. Но все-таки это нежная, сочная, достаточно вкусная рыба. Если она есть, я ей не буду пренебрегать. Как вы уже догадались, это ночь. И ночью я вышел посмотреть, есть ли вообще креветка. Креветка, как вы видите, есть. Вот она. Подсвечиваю сейчас фонариком. Вот только что крупная. Вот, видите, какая здоровая. Рядом с ней маленькая. Креветки, короче, хватает. Но это креветка на камнях возле берега. А вот я ловушки ставил дальше в траве. Вот очень интересно, что завтра будет, когда проверю ловушки. Вот видите, на свет фонарика всякие мелкие какие-то бложки беспозвоночные какие-то слетаются. Но они любят свет. А креветка, наоборот, чувствует себя, так сказать, не очень в своей тарелке. Она понимает, что что-то нехорошее происходит и пытается, пытается нарулить. Ну-ка. Есть у нас еще вокруг кто-нибудь? Да, вон. Попала в свет прожекторов. Это хорошая, крупная. Прям крупная. Красавица. Так, что там? Есть у нас еще кто-нибудь? Ну, это мы уже снимали. Это была у нас уже телезвездой. Здоровущая. Прям здоровущая слоняра. Слоняра что-то перепугалась. Вот. Зависло в воздухе. Видите? Все. Слоняра успокоилась. Вот это красота. Это размер. Все. Она чувствует себя, как у себя дома. Спокойно плавает. Ну, будем надеяться, что когда утром проверю ловушки, у них будет пара-тройка вот таких вот гавриков. Было бы очень приятно. О, вот еще одна такая же рядом стоит. Ну, поменьше, возможно, чуть-чуть. Ну-ка, вон она. А вот эта. Ну, не почти одинаковая. О, еще одна и тоже хорошая. Прям, я бы сказал, хорошечная. Хорошая, хорошая креветка. Вон еще рядом. Мелочь пузатая всякая плавает. Прикольно так, с фонариком под водой ходить. Фонарик еще хороший. Обычно соленая вода убивает. Все вообще, всю технику разъедает, корродирует. А это какой-то алюминиевый непонятный сплав. О, вот еще одна креветка. Фонарик, говорю, какой-то непонятный сплав. Вообще не ржавеет, вообще ему пофигу. Под водой шпарит, как прожектор. Красавица, креветка. Ох, красавица. Можно сейчас посмотреть, как я устроился. Вот берег моря. А вот буквально шесть шагов и моя палатка. Он чуть подальше развел себе костерок. Но это чтоб искры палатку не прожгли. Такой вот маленький костерочек. Вон ведерко полное дров. Сейчас посижу немного у костра и спать. Долго у костра засиживаться не собираюсь. Алкоголь целенаправленно на такие выходы не беру. Да и вставать завтра рано, проверять ловушки. Поэтому сейчас немного погляжу на огонь и спать. Вот это дерево, оно обточенное морем. Так называемый плавник. Оно очень хорошо, то что оно прям все молниеносно горит. Прям очень легко загорается. И очень жаркий огонь дает. Оно вот как-то так морем высушено, выбелено. Что очень легко принимается. Очень жарко горит. Одно удовольствие из такого костер сжечь. Всем доброго утра. Сейчас где-то около 8 утра. Вон можно в море посмотреть. Отлив. Видно всю капусту. Вот так вот выглядит моя палатка днем. Вот сейчас вот покажу внутри. Места тут немного. Но мне поверьте, больше не нужно. А вот сейчас вот видно. Видите, какие-то жучки прыгают. Видите, скачивают как резво. Это так называемые морские блохи. Там кто-то говорит бокоплавы. Вот эти вот твари, они когда прыгают, они стучат по поверхности палатки. И когда они стучат, кажется, как будто идет дождь. Вот они вот всю ночь барабанили. Я несколько раз просыпался, и мне казалось, что дождь капает. А нерпы всю ночь орали. И нерпы своим ревом, они меня раза два обудили точно. Тоже. Те еще соседи. Так. Ну я сейчас чайку попью, моюсь. И проверять ловушки. Как говаривал незабвенный Серж Танкян. Wake up. Grab a brush and put a little make up. Поехали. Иду проверять ловушки. Вон уже видно, торчит кончик бутылки. Вот рядом по соседству видно, торчит еще одна ловушка. Так, ну-ка. Что-то внутри движения какие-то определенно вижу. Да, креветка есть. Вопрос в том, сколько креветки. О! Ну, нормально. Нормально, прилично. Очень приличное количество креветки. Понесли ее до дома, до хаты. Вон ведерко на берегу стоит. Сейчас буду освобождать ловушку. Дальнейшее все очень просто. Вот здесь вот, возле поплавка, я развязал эту веревочку. Теперь вот это вот отверстие, оно свободно. Надо просто вот так вот. Так, одной рукой немножко неудобно. Вот так вот, как следует потрясти ловушку. Вот выясняется, что вот вся креветка в ведерке. Так, и достать оттуда. Видите, как наживку обглодали до косточек. Так, это кто? Это крабик попал. Крабика отпускаем. Это пятиугольный волосатый краб. Это вторая по счету ловушка. Так, 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 так. Так, тоже какое-то движение в ней есть. О да, креветка здесь имеется. Ну, пошли на берег выгружать, выгружать добычу. И снова чуть-чуть наглядности. Вот я поднимаю фиксирующую резинку на ловушке. Все, она открыта. Переворачиваю ее над ведром. Так вот шлеп. Все. В ловушке ни одной креветки. О, заполз. Маленький ракотшильник. Видите, вот. Высунул лапки. Интересуется, как у нас дела. Испугался. Спрятался. Опять он храбр. Он храбр. Он растопырил лапки все. Отпустим. Отпустим бедолагу. Отпустим. Вот так вот. Ну-ка. Ну, видите. Сразу высунул лапки. И пополз прятаться. Так, а тут еще трубач заполз на пожрать. Трубача я тоже отпущу. Раз такая прорва креветки, то трубач-то особо и не нужен. Вот видите, как обгладывают. Прямо до костей. Креветки это вот санитары. Все, что там осталось в воде от кого-то, все будет съедено креветками. Красавица. Ну, разве не прелесть, а? Вообще супер. Вот еще одна ловушка. Да, вижу внутри креветок. Вот прицепилась к краешку. Да, отличный улов. Понесли в лагерь. Действуем по старой схеме. Развязал горловину. Направил горловину в ведро. Взялся за дно. Ой. Вот так вот. Половина мимо. Ого. А вот этой ловушке размер-то, в общем, покрупнее был. Прямо так, серьезно, покрупнее. Ну, не все покрупнее, а именно какой-то средний размер. Так, это... Это у нас, походу, восьмилинейный терпук. Отпустим, бедолагу, плыть. Что-то он... Вся прийти не может. Черемчик пытался уплыть. Все они пытались уплыть. Вот опять видно, до какого состояния съедена наживка. Вот. Три ловушки. По сути, где-то две трети ведра, я думаю, есть. Две трети ведра, это нашей семье, ну, где-то дня на три креветку лопать. Хотя, может, и за два управимся, если постараемся. А вот место, куда я выкидывал наживку, уже собрались так называемые водорослевые крабы. Вот еще один, вот один, вот один. И вот тут еще два сидят. Уже вот это буду потрогать. Вы видите, как лапами расперся. Они вот любят подъедать всякие оброненные мелочи. Они крупнее не вырастают. Это, по сути говоря, их предел. Вот можно этого хлопчика... О, ему кто-то лапку оттяпал. Вот такой вот гаврик. Небольшой, но дерзкий. Собственно, кульминация берется вот из ведерка креветка. Прямо вот так вот вместе с водорослями. Живой. То есть не надо ее никак специально для этого умерщвлять. Собственно, все. И просто варить ее. Вот можно немножко потыкать. К прошлому видео про креветку. Я говорил, что креветку, в отличие от раков, долго варить не надо. И тут же посыпались комментарии от людей. Ну, то есть как это, раков, долго варить не надо. Там варю всего лишь 15 минут. За 15 минут в кипятке креветка превратится в черт знает что. Креветку нужно варить 2 минуты. Может, иногда даже и поменьше, если кипит очень бойко. Сейчас вот кипит кисло. У печки на ветру не хватает сил. Все это нормально вскипятить. Поэтому буду варить 2-2,5 минуты. Вот такая вот голубушка. Красненькая вся. Красота. Вот обычная вареная креветка. Варил полторы минуты. Дал слегка остыть. Слил воду. Варил, к слову, в морской воде. Вот просто подошел к воде. Зачерпнул. Это как бы бесплатная соленая вода. Которая уже посолена так, как нужно. То есть, она посолена так, как нужно для креветки. То есть, не надо там ничего солить на глаз, там что-то мерить. Просто зачерпнул и пользуюсь. Вот получается такой хвост. Панцирь я выкидываю тут же. Его съедят прям молниеносно. Трудно представить лучший завтрак. Кстати, я наконец-то как следует на ютубе пошерстил и увидел то видео, о котором все говорили. Ну, это где у ютуберов, которые снимают видео про еду. И где эти люди рассказывают про креветку с кишками, там, вынимают кишки. Ну, это было смешно. То есть, люди по сути едят не дикую креветку, а едят садковую креветку. Креветку даже пресноводную. Ну, у которой, да, есть кишки, там, грязь вот эта в хвосте. У морской креветки нету там ничего. Кишка, конечно, она присутствует, но она почти всегда находится в состоянии чистом. В ней почти ничего нет. Так что, эти истории верны для креветок, выращенных искусственно, и для пресноводных креветок. Морские креветки такой ерундой не страдают. Рады едать все это и уже двигать домой. Как раз к обеду привезу семье креветки. До свидания. Пока-пока.